Приветствую вас, друзья. Сегодня в наступившем году первый наш эфир и в главной роли Михаил Швыдко и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Михаил Ефимович, здравствуйте. С наступившим. С наступившим всех телезрителей с праздниками. Прошедшими, ну и старый Новый год еще впереди. Люди далекие или находящиеся чуть подальше от культуры, чем мы с вами, говорят, что никто так не нуждается в отдыхе, как человек, переживший новогодние праздники. Это естественно, я уверен в этом. Но к нам это не относится, потому что мы все время смотрели спектакли, мы почти не трогали шампанское, так только смотрели. Нет, ну до восьмого числа театр мюзикл играл, поэтому я был на посту, что называется. Вот об этом я и хотел как раз вас спросить. Мюзиклы мы начнем с самого животрепещущего, хотя есть глобальная тема, связанная с перекрестным годом Японии, и мы обязательно об этом поговорим. Но все-таки вот свое домашнее, родное, связанное с Пушкинской площадью, театром мюзикла, и это Алиса. Ну да, мы сделали такой спектакль детский для зимних каникул, а потом мы его, такую официальную премьеру уже устроим в марте, потому что там есть мартовский заяц, как известно, с чаепитием. Мы назвали этот спектакль по двум книжкам Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркале», «Чудеса и Куролеса». И вот это слово «Куролеса» у всех вызывает всегда вопросы. Куролеса так перевел игру, ее можно назвать игрой в «Горелке» или еще во что-то, и так перевел ее Владимир Набоков, который был один из переводчиков Леуса Кэрролла. Но мы придумали свою игру в «Куролеса», и дети в зимние каникулы, в «Антракте» играли в эти «Куролеса». Это, не думаю, что это доставляло большую радость их мамам, но, тем не менее, вот это «Чудеса и Куролеса» на музыку Владимира Баскина в режиссуре Марина Швадкой, из хореографии Натальи Тереховой. Мы это все показали, и я думаю, что это всегда забавно и мило. Потому что, знаете, эта сказка о том, как растут дети, о том, как мир вдруг становится то большим, то маленьким. Это вот такой перевертыш, который в детском, в общем, в сознании человека существует. Мы вот об этом хотели рассказать, как меняется мир вокруг человека, когда он растет. Ну, теперь к Японии, нашему восточному замечательному соседу с потрясающей древнейшей культурой, которая восхищает весь мир, в том числе и россиян. В декабре русские сезоны в Японии. Отзывы фантастические. У меня в Токио есть знакомые. Они были на концертах Гергиева Мацуева, они были на балетах. Ну, для них это, конечно, огромное событие. Действительно огромное. Они плакали и полное восхищение. Ну, видите, этот год, который ушел, да, минувший год 17-й, был годом русских сезонов в Японии. Но вообще русские сезоны в Японии начались в 1957 году, я бы сказал так. Они начались много раньше, потому что в 1875 году была гастроль такой замечательной певицы Леоновой, которая пела настолько замечательно и настолько она покорила японскую публику, что даже знаменитый император Мэйзи ей подпевал в Якогаме. Так гласит легенда. И, то есть, с 1875 года понятно, что русское искусство именно, потому что мы-то с японцами начали общаться еще в 18 веке. Но вот русское искусство с 19 столетия в Японии присутствует, а в 1957 году, как я вам сказал, были легендарные гастроли Большого театра с Лебединым озером. У японцев очень своеобразное восприятие вообще искусства мирового. Они, вот если что любят, вот если им что-то полюбилось, они готовы это смотреть все время. Вот им нравится Лебединое озеро, они готовы его смотреть. Они обожают Гергиева. И вот мы упоминали о концерте Гергиева-Мацуева. Они готовы его слушать. Они, вот очень трудно в Японии сделать первый шаг, да, ну первый, может быть второй. Но если этот первый шаг сделан, если оно состоялось, они воспринимают это с благодарностью невероятной и очень эмоциональной. Но надо сказать, что вот щелкунчика можно возить сколько угодно. Причем я открою страшную тайну. Но в любом исполнении щелкунчик на Рождество японская аудитория воспринимает невероятно сентиментально и трогательно. Но мы картинку и планку не понижаем, правильно? Нет, нет, нет. Картинку мы не портим. Нет, нет, нет. Понимаете, в Японии тоже есть одна опасность. Вот, скажем, у соседей, там, в Китае, слишком много такого искусства, приезжая из России, которые называют, ну, в общем, можно назвать подделками. Японцы это, как бы, узнав однажды высочайшее русское искусство, советское искусство еще, они не хотят, чтобы эта планка снижалась. И когда Владимир Владимирович Путин и Абе, премьер-министр Японии, объявили о проведении русских сезонов, то тому предшествовала большая предварительная работа, я бы так сказал. Надо сказать, что в 2006 году мы подписали соглашение с японцами о ежегодном проведении фестиваля русской культуры. Он тоже завершился, это уже был 12-й по счету фестиваль, он завершился 27 декабря прошлого года. И надо отметить, что эти фестивали, которые проходят по полгода, это беспрецедент, у нас ни с одной страной нет такого большого фестиваля ежегодного. И вот в нынешнем году, поскольку мы нынешний год с японцами будем сотрудничать по всем направлениям наших взаимных интересов, и достаточно широко, от экономики до политики, и здесь, я думаю, до безопасности, чего тоже прежде, в общем-то, особенно не было. А в минувшем году, как вы знаете, встречались наши секретари Совета безопасности, японские, российские Николай Платоныч Патрушев. То есть сейчас этот год, 18-й, он будет таким годом очень активно контакт с Японией. Он должен открыться 26 мая в Большом театре, таким галлоконцертом японских артистов. Поверьте, что это серьезная будет такая серьезная встреча с Японией, потому что мы покажем некоторые традиционные обряды японские, но и выступит такое шоу японских барабанщиков. Это ребята совершенно замечательные, которые покоряют весь мир, но, естественно, этим дело не ограничится, потому что для нас, вот все-таки, я так думаю, для моего поколения, может быть, для людей вашего возраста и младше, Япония – это все-таки театр Ной и театр Кабуки. Я думаю, что прежде всего театр Кабуки. В этом году, я надеюсь, что театр Кабуки опять приедет в Россию. Мы долго убеждали Japan Foundation, японский фонд. У них большие программы в этом году еще в Париже. Но, в общем, мы, так сказать, их уговорили, что Кабуки надо привезти. И приедет в музей имени Пушкина в сентябре нынешнего года совершенно фантастическая выставка произведения искусства эпохи Эда. Это то, что японцы крайне редко, практически никогда не вывозят за пределы страны. Для них это сакральное такое искусство. А со своей стороны музей Пушкина в апреле покажет совершенно замечательную коллекцию, выставку. Я жалею, что ее не увидит даже российская аудитория французского пейзажа от XVII до XIX века. Это собранное в одном пространстве, это очень красиво. Какая питательная среда для вас, Михаил Ефимович, как для художественного руководителя театра мюзикла? Представляете, если сделать совместную постановку или привлечь каким-то образом китайские, японские технологии, хотя и китайские тоже, как лыка в строку, будет полезно, или традицию? Ну, вы знаете, в чем дело? Вот я вам скажу так, тут есть свои-свои сложности. У меня есть такой мой, я не могу сказать, что он мой старший товарищ, но он товарищ многолетний, великий японский режиссер Тадаши Судзуки. Он будет, кстати сказать, делать такие театральную олимпиаду в августе-сентябре нынешнего года в Токио. Он будет делать театральную олимпиаду, будет приглашать, кстати сказать, российские театры тоже. Тадаши великий художник, великий, мы с ним познакомились в конце 70-х годов в Белграде, где он на битове показывал вакханок, в соединении такой античной трагедии с современными боевыми искусствами, вернее, с традиционными боевыми искусствами, значит, японскими. Тадаши, великий режиссер, он сделал, с моей точки зрения, выдающийся спектакль «Гамлет», поставленный тоже в японском, в японском, в художественном театре. И у него огромные лабораторные такие практики в Японии многолетние. Это очень непростая история для того, чтобы как-то зацепить публику другой страны, в общем, с японцами как бы взаимодополнительной, я бы так деликатно сказал, зацепить публику другой страны, это очень сложно, очень трудно. Японцы в этом смысле же, они выбрали когда-то в отношении театра очень такой своеобразный путь. То есть, если они хотят делать западное какое-то произведение искусства, они едут в эту страну, смотрят, как его ставят, и точно так же переносят на японскую сцену. Анатолий Эфрос об этом написал. Вот точно так же, точно так же. И понятно, что появились режиссеры, которые пытаются соединять, трансформировать японскую традицию. Вот я назвал Судзуки с современным зарубежным опытом. Но в принципе, они в этом смысле, мне кажется, все-таки в большей степени стремятся к такому, к какому все-таки гармоничному искусству. А гармоничное искусство – это классика. То, что уже обрело какие-то такие формы совершенные и в сознании людей. Надо сказать, что в музыке все по-другому. И, скажем, в минувшем году, скажем, Вадим Репин и Светлана Захарова замечательно, совершенно делали программу с японским камерным оркестром. Чудесную совершенно. Который назывался «Концерт для двух рук и двух ног». И, значит, соответственно, это было совершенно прелестно. То есть с японскими музыкантами концертируют российские маэстро и российские коллективы очень охотно. Надо сказать, что нынешний Кронпринц, который должен вскоре в этом году занять место императора, потому что император заявил о своем уходе, что беспрецедентно вообще в японской традиции, первый раз за всю японскую историю, вот Кронпринц очень любит музыцировать, он музыкант, он любит музыцировать с Юрием Башметом. Но надо сказать, что я рассчитываю все-таки, что этот год 18-й, а мы выбрали не календарный год, мы начнем в мае 18-го и закончим в мае 19-го, конечно, даст такое новое качество отношениям, потому что мы даже до конца не понимаем каких-то вещей, ну, например, там, скажем, вот Чебурашка, да, Успенского, очень популярный персонаж в Японии. Но вот иногда не понимаешь, вот как вдруг в культуре японской вспыхивают какие-то персонажи, совершенно, ну, как бы сказать, вроде бы укорененные в русской жизни или даже в советской жизни. Понятно, что когда речь идет о классике, понятно, что когда мы говорим о Большом театре или там Мариинском театре, оркестрах замечательных, то, в общем, понятно, классика есть классика. Но когда вдруг персонаж сочиненный, мультипликационный, ну, как Маша и Медведь, да, она же тоже очень популярна в Японии. Вот новая эстрада, это проблема довольно сложная, потому что, если вы помните, ну, вы, наверное, не помните все-таки, даже наши телезрители большинство не помнят, были коллективы японские, такие мужские квартеты, Даг-Дакс, например, такие темные утки, да, пели. Они пели чудно, они напоминали там Урера, там, вот такие коллективы, они пели много замечательной музыки, в том числе и русские песни. Они были необычайно популярны в Советском Союзе, необычайно популярны. И в этом смысле, конечно, очень хочется найти что-то, что зацепит, с одной стороны, японскую аудиторию, так же, как зацепило миллион аллых роз, с другой стороны, что что-то за то, что зацепит российскую аудиторию, по созвучиям. Надо сказать, что японская эстрада вообще существует, и молодежная особенная эстрада. На Востоке мы этого тоже недооцениваем, ну, скажем, очень большая мода, скажем, на корейских эстрадных исполнителей. Мы вообще хорошо знаем, ну, условно хорошо знаем, там, японскую классическую культуру. Мы знаем, там, Кавабату. И писателей современных. И писателей современных. Да, это же огромные лакуны. Но если говорить вообще о реальной жизни, то очень много лакун. И в этом смысле, я думаю, что год, перекрестный год Японии в России, Россия в Японии, конечно, окажется полезным. Не случайно он проходит под девизом «Япония, которую мы не знаем», или «Россия, которую мы не знаем». Потому что, действительно, есть какие-то стереотипы восприятия, а многие вещи, конечно, надо заново для себя открывать. Особенно все то, что происходило в последние там четверть века. Мы начали довольно шутливо, а закончили все-таки большими, глобальными, масштабными, политическими и общественными вопросами. Спасибо вам большое. Как иначе с вами можно рассказать. Спасибо вам большое. Михаил Ефимович Швыдкой, низкий поклон. И с наступающим Старым Новым Годом.